Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Разворот» в Сызране. Сегодня с вами я, Елена Костина, и за пультом мой коллега Игорь Матвеев. Телефон редакции 984646, номер для СМС-обращения 9277-445555. Сегодня мы общаемся с вами в прямом эфире. И по традиции программы «Разворот» мы объявляем сразу вопрос голосования. Легко ли в Сызране найти работу? Так звучит вопрос голосования. И так легко ли в Сызране найти работу? К этой теме, дорогие радиослушатели, мы вернемся чуть позже. Но возможность проголосовать у вас есть уже сейчас. А в начале выпуска хотелось бы рассказать вот о чем. Проводя обзор свежей прессы, мы обратили внимание на интервью в газете «Волжские вести» в субботу. Наши коллеги, журналисты ВВС, незадолго до единого дня голосования попросили губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина дать оценку сегодняшней ситуации в Сызране и перспективы ее развития. С отчетом об этой встрече мы познакомим вас сегодня. По мнению губернатора, сегодня в Сызране есть целый узел проблем. И проблемы очень серьезных, причем вот проблемы эти, они копились годами. Некоторые вопросы чрезвычайно, конечно, запущены. И в силу того, что эффективность работы местной власти была достаточно низкой, и в силу того, что долгие годы не было тех финансовых вложений, которые заслуживает наш город. В общем, причин было масса. Когда губернатора спросили, на что, на его взгляд, нужно обратить внимание в первую очередь, он ответил, что сфера, где изменения особенно необходимы, это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и благоустройство города. Отдельный вопрос, это ситуация с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Вот какой пример привел в интервью губернатор Николай Меркушкин. В Рузаевке, в городе, который в несколько раз меньше Сызране, жилья для ветеранов построено в пять раз больше. И вот в этом губернатор видит прежде всего недоработку местной власти. Ну, согласитесь, ведь прав человек. И главная задача руководства муниципалитета создать комфортные условия для жизни горожан. И, ну, конечно, в первую очередь для тех, кто вынес на плечах своих всю тяжесть той страшной войны. Тем более, что федеральные деньги под строительство жилья для них выделяются, и выделяются очень даже хорошо. Если в Рузаевке была возможность, была возможность получить эти деньги, ну, чем мы хуже? Особенно сложная ситуация сложилась в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнул губернатор. Основными ее причинами, как он видит, являются высокий уровень морального, физического износа объектов жилищно-коммунального хозяйства и высокая энергоемкость нашей инфраструктуры. Так вот, что же необходимо предпринять, чтобы как-то изменить положение дел, по мнению губернатора, решение вопроса в руках товариществ собственников жилья? Вот так считает Николай Иванович Меркушкин и развивает свою мысль. В Сызрани лишь в 12% домов созданы ТСЖ, тогда как, например, в Татарстане в среднем эта цифра составляет 94%, в Мордовии 96%. ТСЖ там контролирует расходование средств, выделяемых на капитальный ремонт жилья, следят за тарифной политикой управляющих компаний. Ну, видимо, в Татарстане, в Мордовии есть возможность следить за политикой управляющих компаний. Если выделяемые средства эффективно использовать, как считает Николай Меркушкин, то дома без ремонта смогут простоять 30-40 лет. Как говорится, его бы слова да богу в уши. В сфере ЖКХ вращаются огромные деньги, и если здесь не будет порядка, все будет утекать, все будет протекать. Ну, плюс, естественно, все будет разворовываться. Никакими бюджетными средствами эти дыры не закрыть. Должен быть наведен порядок, отвечает Николай Меркушкин в интервью. Хотя бы на 20% должны быть снижены затраты за счет того, что будут нормальные сети. Ну, повторюсь, опять же, те бы слова да богу в уши. Важно наладить с населением, считает губернатор, обратную связь как на местном уровне, так и на региональном. Причем, добавим от себя, хорошо бы это делать не для отписки, приняв так бегом по ходе на заседании очередной городской думы решение о размещении информации сухим, казенным, совершенно не считаемым языком на сайте думы. Да ну, конечно, вроде бы как разместили, вроде бы как народу информация доступна. Отчего же недоступна? Особенно бабушкам, у которых нет интернета, доступность просто стопроцентная. Так вот, чтобы на любой сигнал, как хотелось бы губернатору, давшему интервью нашим коллегам от жителей в сфере ЖКХ, власть реагировала бы оперативно и по существу. А мы, утверждает губернатор, безусловно, будем помогать в этих вопросах, но и жестко требовать. Необходимо, считает Николай Меркушкин, и дальше проводить в жизнь программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Средства на это выделят областной и федеральный бюджеты. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, до 2017 года этот вопрос должен быть решен по всей России. Остается дожить до 2017 и посмотреть, как пойдет дело у нас. Во время интервью был обсужден также закон о капитальном ремонте жилья. Но мы сейчас в этой программе подробно на нем останавливаться не будем, поскольку принятие этого закона вопрос был очень спорный. Обсуждался он с невероятными премиями на заседании Губернатской думы, о чем мы в свое время вам подробно рассказали. Подводных камней при принятии данного закона очень и очень много, несмотря даже на те деньги, которые в обязательном порядке обещали дать Самарской области с 1 января 2014 года. Еще одной задачей власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства губернатор назвал защиту прав и интересов горожан. Власть, как он считает, должна понимать, что люди не могут решать свои проблемы один на один с управляющими компаниями. Примеряя эту рекомендацию к Сызранским реалиям, трудно удержаться от саркастической усмешки. Это уже добавление ха Москвы в Сызране. Итак, пройдемся далее по итогам интервью. Итоги ваших визитов, как утверждал журналист газеты «Волжские вести» в субботу в город, налицо. Стали приводиться в порядок дороги, осуществляется программа по благоустройству. Что планируется сделать в дальнейшем? По мнению губернатора, Сызрань остро нуждается в средствах на развитие. Опять же, повторюсь, эти бы слова до богу в уши. Из почти трехмиллиардного бюджета городского округа около половины, а если быть точнее, 1,4 млрд рублей – это деньги федерального и областного бюджетов. Без этой поддержки городское хозяйство не может нормально функционировать. Сегодня развитие городов и регионов напрямую зависит от участия в федеральных программах. Не будет участия – не будет денег. Там, где есть это участие, это поддержка, города бурно развиваются. В 2013 году объем областных средств на ремонт Сызранских дорог вырос по сравнению с 2012 в 2,5 раза. Мы сейчас не говорим пока о качестве работы подрядчиков, мы говорим чисто о финансировании. На развитие улично-дорожной сети городу было выделено почти 380 млн рублей. Это позволит в 2013 отремонтировать 30 общегородских дорог. Когда это у нас было такое, припомните. В этом году будет завершен капитальный ремонт подъезда к городу, участка автомобильной дороги регионального значения – Урал-Сызрань. Причем участок протяженностью более 7 км. На эти цели из областного бюджета в течение 2012-2013 годов выделено уже 118 млн рублей. Причем губернатор утверждает, что мы, то есть областные власти, будем самым жестким образом спрашивать с подрядчиков, чтобы выделенные деньги тратились эффективно. Некачественно сделанные дороги будут переделываться за их счет. Прервав цитирование высказываний губернатора в интервью нашим коллегам «Волжские вести» в субботу, хочу напомнить дорогим радиослушателям об итогах недавнего приезда губернатора в наш город. О том, как разнес он в пух, в прах и в перья всех ответственных лиц и за низкое качество дороги около центральной городской больницы, и за довольно низкое качество дороги в районе Образцовской площадки. Все помнят знаменитую его беседу с так называемой «зеленой жилеткой», прославившимся в кавычках на весь город руководителем автодорустроя Кравчуком. Да, впрочем, что я вам говорю, давайте послушаем первоисточник. Будем стыковать. Будете стыковать. Потратите в полтора раза больше денег. Ну, это сейчас подход министерства изменился, что нужно ее зеленять, что нужно ее благораживать. В прошлом году этого не было, Николай Анатольевич. Ваш, 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 но неужели вы, вы ведь когда-то бордюра была, почему не поставили аккуратненькую бордюру? Почему? Николай Анатольевич, очень много дорог нетремонтированных, и нам нужно было максимально больше их отремонтировать. Ну и здесь, смотрите, вот, допустим, по безопасности люди с больницы вышли, мы их вынуждаем выходить на проезжую часть. Потому что транспорт тротуар занял, тротуара нет. Вот эти вещи нужно учитывать. И безопасность. Двадцать лет дороги здесь не было. Это сейчас она дорога. Ее двадцать лет здесь не было. Ну, имей в виду, если мы будем делать так, как мы сейчас все делаем, да, у нас еще ничего никогда не будет. Ничего никогда не будет. Я посмотрел, ну, это бордюра из этого, простой бетон, да? Да, да. Ну, это же первобытно-общинный это, подход. Вы понимаете, я вообще не хочу вот и самарцам, и всем сказать, ну, это же стыд. От этого вся страна ушла 15 лет назад. Мы тоже не дали устанавливаться. Мы гордые, но мы... Потом, вот, куда не посмотришь, одно без культурье, одно без культурье. И хотим, чтобы потом наркотиков не было, чтобы спида не было. Откуда потом спида такой, процент спида? Оно отсюда и начинается. От этой культуры. Видимо, на культуру уже, на уровне... Ты знаешь, что этот камень на 3-4 года? И более того, вы его даже бетоном не осилили. Ну, этот что, привычка, вот то, что сейчас мы видим, что все валится. Как в этом? Никак нет. А что никак нет? Сразу шли, поменяли. Ну, поменяли. После делегации, после комиссии из области, она могла остаться так, как вы делали. А? Согласен, больше такого не было. Вот имейте в виду, вы в следующий раз, кто бы за ними не стояло, кто бы в следующий раз, вы в первоочередниках, на тендер, не будете. Понятно. Поняли? Справимся, Николай, вам с больше такого не повторится. Что, не знаете, что... Насколько дольше служат? Что? Насколько дольше служат? Борт? Да. По представлениям, борт намного больше служат, чем литой борт. Насколько? 10-12 лет. А тот? А тот 3-4. Для чего вы ставите так? Поторопились. Пришли, Николай Иванович, больше не повторится. Что значит поторопились? Что значит поторопились? Поторопились, что сейчас вот едешь везде и всюду, но по деревне же едешь. Не по городу, а по деревне, потому что нет бордюра. Нет бордюра. Она вся бордюра. Они скупили для себя установку, но сейчас спустили ее. Ну, я хочу вам сказать, но эта проблема в стране решена 15 лет назад. Согласен. 15 лет от той бордюры ушли, вся страна ушла. Перешли на эту, на прессованную. Пытались еще запустить здесь литой бордюр, собственно говоря. Установка, которую они приобрели, оказалась бракованной. Пришлось ее вернуть, поэтому у нас накладка такая вышла. Ведь здесь вот будет вид нормальный, здесь еще будет белиться. Будет сразу у людей другое настроение, чем то, что едешь как будто бы по самым деревням. По простой деревне ты едешь. Здесь народ уже, в общем-то, рад. Сейчас с экономией есть средства еще. Сейчас они предложат на озеленение направить эту зеленую зону. Также смети нет их, они должны сделать. Это уже обсудили. Также поправить ее и просеять травой, чтобы все было закончено. По этой дороге есть ряд замечаний, которые отрабатывают. Правильно люка устанавливает, что нужно, так сказать, кондиционные колодцы поднимать перед верхним слоем. А потом верхним слоем уже почистой проходить. Вот это замечание тоже было. Но это, так сказать, взялись. Но что нужно сделать, это тоже элементарные технологии, элементарные технологические требования. Элементарные. Если подрядчик более или менее нормальный, он это знает, он так делает. Сейчас я в Самаре имею, где где-то люки торчат. В итоге. Или торчат, или наоборот. После ремонта новых. Это я говорю, потому что люк подобрать, чтобы абсолютно было выровнено. Это тонкая, кропотливая работа. Мы эту тонкую, кропотливую работу не хотим делать. Деньги забрать хотим, а тонкие работы делать не хотим. Делать не хотим. А потом все валяется через 2-3 года. Вот у нас гарантия 4 года. Почему тут должно быть гарантия 4 года? Почему не 8? Я уже не один раз говорил, что Розаевскую дорогу, Саранск-Розаевка, была сделана... Саранск-Розаевка, у нас здесь гарантия вверх, я стою 5 лет. А почему вверху 5? Он больше изнашивается, собственно говоря. Делать поверхностную обработку на обслуживание. Саранск-Розаевка, 25 километров дорога, сделанная в 2000 году, не ремонтировалась. 13 лет, вообще не ремонтировалась. Один раз подсыпали, знаете, технологию, да? Без этого. Поверхностная обработка. Поверхностная обработка. И все. Через 3 года для того, чтобы усилить поверхностный сон дополнительно. И все. Там едешь 160-180 километров. Я просто хочу сказать, какого альтернатива качества. Если нормально. Николай Иванович сейчас плотно с министерством работаем, приглашаем. С лицерстом согласован. То есть, он приехала комиссия, нижний слой у всех не соответствует плотности. Плотность нижнего слоя. У меня было уплотнение водонасыщения. На этом участке, по-моему, два участка локально было, которые переделывали. Да, мы сняли. Ну, хорошо тогда. Почему не делали с самого начала, так, как положено? На всех остальных. Если ты не уплотнил тот слой. Не доделал верхний слой. Понятно, что она через 34 года начала разрушаться эта дорога. Мы отобрали 12 кернов, на двух не показал, мы все переделали. Остальные уплотнили, учли, провели все собрания, то есть, на эту тему, как бы, инструктажи с коллективом. Лаборатории, то есть, подключились. Состав. Все замечания учли, то есть, и дальше будем продолжать совместно работать. Все шаги, как бы, советуем, сконсультируемся. Хорошо, ладно. Знаете, дорогие радиослушатели, вот, поприсутствовав на встрече губернатора с ответственными товарищами, скажем так, от работы которых зависит качество и наших дорог, и нашего здравоохранения, и нашего образования, и всей культуры города в целом, послушав перебранку губернатора с ответственными чиновниками и с ответственными, в кавычках, строителями, я хотела бы задать вопрос, на который, откровенно сказать, ответа на эти встречи я не получила. Это что? Это работа губернатора? Ходить и тыкать носом. Смотри, парень, у тебя бордюр кривой. Смотри, у тебя асфальт неровно положен. Почему у тебя люк торчит выше положенного уровня? Почему у тебя дренажная, там, канавка сделана не по СНИПам? Это работа руководителя губернии. На что? На что тратят силы, время и свой мозг люди, которые призваны, в общем-то, другую работу выполнять, другого уровня? И по неволе приходится действительно ежедневно опускаться вот до этих мелочей, распылять свои силы, свои знания, свои умения на то, на что и обращать-то внимание в соответствии со своим рангом человек не обязан, не должен. Его задача намного крупнее, намного масштабнее. А приходится действительно ходить и пальцем показывать. А вот здесь у вас забор упал. А вот здесь у вас тропинка кривая через газон проложена. А почему мы все по газону идем? Ну, так привычно, так мы все ходим. Ну и так далее. Беря интервью у губернатора Самарской области Николая Меркушкина, журналисты, конечно, не могли не задать вопрос о диагнозе, который он бы поставил в Сызранской медицине. В том, что она серьезно больна, в общем-то, не сомневается, наверное, почти никто. Вот вроде бы все прекрасно, да? Для Сызранских больниц и поликлиник приобретены дорогостоящие высокотехнологичные медицинские комплексы, причем включая аппарат для дистанционной гаммотерапии, мобильный медицинский диагностический комплекс, шесть рентгенаппаратов, довольно хороших, довольно современных рентгенаппаратов. В Центральной городской больнице завершается, завершается, и будем надеяться, что когда-нибудь завершится, монтаж магнитно-резонансного томографа. Вроде все так здорово, да? Буквально на каждом этаже у нас современная техника. А кому работать-то на этой технике? Работать на этой сложной современной аппаратуре зачастую некому. Мы сейчас не будем говорить о навязшем в зубах недокомплекте медперсонала. Скажем только то, что обещал губернатор в этом интервью. Он обещал найти возможность и материальную, и моральную для привлечения в Сызрань молодых специалистов. Найти возможность создания им материальных, в первую очередь, стимулов, чтобы удержать людей в профессии. Как сказал губернатор в своем интервью, задача власти сделать все возможное, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Ну, будем надеяться, что обещание свое губернатор сдержит. На вопрос, что будет делаться в сфере образования, губернатор ответил, что здесь у нас другие проблемы. Прежде всего, материально-технического оснащения. В 2013 году правительство Самарской области оказало серьезную поддержку администрации нашего города в образовательной сфере. Из областного бюджета на капитальный ремонт школ было выделено порядка 135 миллионов рублей. Но, опять же, важно, чтобы контроль за эффективным использованием средств действительно проводился. И чтобы не было таких фактов. Вот деньги на ремонт школы выделены. А в августе выясняется, что здание одной из школ требует дополнительного обследования. Оказывается, вдоль окон пошли большие трещины. Как будто до этого их не было. Потом в двух других, например, затягиваются ремонтные работы. Ну, не успевают подрядчики, не успевают. Что делать? Действительно, а что делать? Множество вопросов стоит как перед городскими хозяйственниками, так и перед самим губернатором, который, конечно же, переживает за судьбу Сызраня, за то, чтобы город наш стал достойным. Чтобы мы, наконец, снова начали гордиться своим городом. И не только в день празднования Сызранского помидора или в день города. К сожалению, и партия власти у нас в городе в значительной степени утратила свой авторитет. Поверьте, это не наши слова, это слова губернатора. Это, как сказал Николай Меркушкин, на мой взгляд, связано с целым рядом причин. Главное из которых недостаточно активная работа местных отделений Единой России. Их оторванность от проблем, которые реально волнуют людей. Такую ситуацию, конечно же, нужно менять. Собственно, сегодня губернатор этим и занимается. Напоминаем, что губернатор примет участие в работе форума с названием «Будущее города» создается сегодня. Форум пройдет сегодня в ФОКе «Надежда». Но для людей, желающих послушать губернатора, к сожалению, небольшой ушат холодной воды на голову. Вход-то в ФОК сегодня будет по пропускам. Будем надеяться, что только сегодня. Основной задачей кооперации власти и народа губернатор обозначил следующее. Мы должны услышать друг друга, услышать и работать единой командой. Без этого будущего ни у нашего города, ни у страны не будет. Мы переходим к выпуску новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok